Здравствуйте! Ситуация на рынке медикаментов. Существует ли дефицит лекарств и в каком объеме? Что может сделать государство и как добиться того, чтобы ситуация вновь не повторилась? Это главное. И я с удовольствием представляю вам своих гостей. Это Михаил Чукану, вице-министр здравоохранения. Здравствуйте! Добрый вечер! Георгий Брега, депутат парламента, секретарь комиссии по соцзащите, здравоохранению и семье. Добрый вечер! И Валентин Фрипту, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии. Здравствуйте! Знаете, скажу сразу, я вам очень благодарна за то, что вы нашли смелость прийти и говорить на эту тему, потому что сегодняшний день показал, что далеко не все чиновники готовы к этому. А если готовы, то просто не хотят. Отговариваются такими вещами. Ситуация очень чувствительная. Давайте подождем, пусть пройдет еще немного времени. Но вы здесь все, как врачи, прекрасно знаете, что больные ждать не могут. Им нужно здесь и сейчас помогать. Вопрос первый. Ситуация на рынке медикаментов сегодня насколько тяжелая? Потому что очень часто приходится вам оправдываться, а мне хочется услышать истинное положение вещей. Первое слово вам, господинчикам. Скажу сразу, что в республике имеется необходимый объем лекарств. Эти лекарства находятся у дистрибьюторов. У наших поставщиков медицинских лекарств. Основная проблема, которая существует сегодня, это поставка в соответствии с проведенными тендерами или открытыми торгами, которые были произведены в сентябре месяце, поставка этих лекарств в медицинских учреждениях. Трудности возникли из-за того, что поставщики этих лекарств говорят нам о том, что при той стоимости, которая была зафиксирована в контрактах о закупках, они сейчас в большом минусе, скажем так. Я вам помогу, они говорят 30% теряют прибыль. Из-за того, что курс лея к международным валютам очень вырос или упал в этом случае. Вот это главная проблема. Соответственно, мы предприняли определенные меры. И мы будем о них говорить. Если можно, вопрос был таков. Какова ситуация с лекарствами? Вы бы охарактеризовали ее как? Дефицит, но не тотальный. Просто существует минимальная какая-то необходимость, которую мы не можем покрыть. Либо как-то еще. Давайте так, это нужно разделить дефицит лекарств в лечебно-профилактических учреждениях и у поставщиков, имеется в виду, у дистрибьюторов. У дистрибьюторов дефицита нет. Логично. В медицинских учреждениях запасы медицинских, по некоторым медицинским препаратам, очень маленькие. Где-то в пределах двух-трех недель, по некоторым позициям. Вот это ситуация в настоящее время в Республике Молдова. Спасибо. В медицинских учреждениях. Я поняла, господин Брега, вы как оцените эту ситуацию? Вы согласны? Ситуация нехорошая, чтобы не сказать другое слово. Почему? Потому что те резервы, которые они были по закону иметь, обеспечить на два месяца, на 69 дней, если я не ошибаюсь, значит, больницы не сильно имели. За счет тех договоров, которые они имели за 2014 год, они не успели делать резервы. Почему? Потому что уже в сентябре, когда начался этот курс меняться, то есть начал падать лей, вырос евро и доллар, они уже даже в сентябре, все экономические айденты на тендерах уже принимали, подали заявки на повышенные цены. То есть цены уже были выше, чем были в начале года, 2000-100 года. Это я могу доказать. Я сегодня из республиканской больницы взял все данные. То есть по каким ценам покупали они раньше, то есть за 2014 год, до 1 июня, и после вот на тендер они были допущены уже с повышенным ценам. И самое главное, я понимаю, когда покупаешь лекарства с Европы, на евро, на доллары, я согласен. Но самое главное, что выросли цены с Украины, с России. Хотя лей по отношению к рублю и гривне укреп. Почему? Тоже непонятно. Приблизительно мы знаем. На сегодняшний день препараты есть во всех больницах приблизительно где-то 50-55%. То есть резервы есть. Резервы действительно имеются на 2 недели. Основная масса лекарств. Но самое главное, это парафармацевтика. То есть шприцы, капельницы, перевязочные, перчатки, физрастворы и так далее. Все, что нужно. В любой больнице 45% из необходимого из этого бюджета, 45% идет на парафармацевтику. Если взять, допустим, еще и республиканскую больницу, где там идет трансплантология, где дорогостоящие операции, там превалирует за 50%. От этого практически нигде ничего нет. Я благодарю вас, господин Фрипту. Вы еще и практикуете, кроме того, что... Я хочу сказать, что ситуация критическая в республике. Но, в принципе, мы сейчас работаем только на оказание срочной медицинской помощи. Я работаю в самой крупной больнице республики, где мы принимаем больше 8 тысяч родов. Почти две трети родов имеют место в нашей больнице. В вашей больнице? В нашей первой городской больнице. И вот мы сейчас работаем только за счет прошлогодних резервов. Я не могу себе понять и не могу простить те неприятности, которые имеют место. Каждый год мы встречаемся с одной и той же проблемой. Я понимаю, приходят новые правительства, еще не знают, как организовать тендер, как организовать одно другое. Но ошиблись первый год. Но каждый год, в февраль месяц, тендеры не проведены, медикаментов нет. И работаем только за счет тех резервов, которые есть. Сейчас отменили плановые операции, страдают плановые больные. Это больница, где проводится обучение студентов, где проводится подготовка к адресу. Самая крупная, почти 100 врачей, акушер-гинекологов тут работают. И мы практически только как больница скорой медицинской помощи. Вот такая, пожалуй, у вас самая жесткая оценка. Потому что человек непосредственно на практике... Вы должны понять еще одно. У них есть лекарства кое-чего. Но и качество этих лекарств, которые есть, тоже вызывает очень много сомнений. Вот господин профессор не даст мне соврать. Когда я был в комиссии по состоянию фармацевтического республики. Рынка. Фармацевтического рынка. А я тогда собрал всех заведующих кафедрок в шар-гинекологах. Знаете, было обидно. Я не буду в маленьких деталях. Но одну деталь я очень хорошо запомнил. Когда мне сказали профессора, что они окситоцин покупают сами в аптеке. Производство в Венгрии. В Венгрии. Потому что им дают... Китайский. Китайский, который не имеет никакого эффекта. Я им сказал, вы, профессора, вы же делаете, не дай бог, кто-то с чем я скажет. Вы продаете лекарство, попадетесь. Он говорит, а что мне делать? Если окситоцин китайский, я теряю женщину. Или большие кровотечения с апплантацией матки, или тогда я теряю женщину. Я лучше уж куплю, сам сделаю и буду иметь хотя бы женщину способом. Вот до чего дошло. Я не говорю... Это в частности, как говорится. Мы здесь должны говорить об общей ситуации в стране. Я должен вам сказать, что мы предприняли очень много усилий для того, чтобы наших партнеров, поставщиков медицинских услуг, убедить в том, что у них тоже имеется определенная ответственность. И сразу мы заключили контракты с медицинскими учреждениями на тех условиях, которые были в сентябре. И законодательство не предусматривает возможности изменения. Настоящее законодательство не предусматривает никакие возможности изменения стоимости медицинских препаратов, установленных в леях. То они должны выполнить эти обязательства. При первой встрече они наотрез отказались. При второй встрече они начали поставку на несколько дней. А сейчас мы договорились, чтобы они хотя бы на три месяца начали поставки лекарств до того, как правительство будет функциональным. И мы сможем сделать инициативу для того, чтобы изменить существующие нормативные акты, для того, чтобы разблокировать эту ситуацию. Я знаю, вы выступили с предложениями, мы будем о них говорить позже. Но я, секундочку, я прошу прощения. Но я хотела бы для себя понять одну вещь. Вы знаете, что люди, которые действительно обращаются к нам, журналистам, говорят? Они не могут понять одной простой вещи. Говорят так, ну вот должны были быть у них какие-то резервы. На самом деле вы начали об этом говорить. И они их закупали ведь еще до тех времен, когда доллар и евро начали расти. То есть получается, что люди не понимают, как так может случиться, что уже буквально на второй день начинают закупленные по старым ценам продавать по новым ценам. Это первый вопрос. И выполнили ли уже заключенные, как вы говорите, контракты, которые были до этого времени? Потому что в феврале заключают новые. В принципе, мы можем говорить вот эти контракты? Сейчас подойдем, давайте-ка. Да, вот это очень интересный вопрос по поводу... Давайте мы вернемся к тому вопросу, что говорите, больницы должны иметь резервы 69 дней. Резервы, безусловно. Нет, не 69 дней, 45 дней это на материалы и 60 дней это на лекарства. Это все правильно. Значит, давайте, как они могут иметь, когда они должники перед дистрибьютором, перед поставщиками. Вот, допустим, республиканская больница имеет на сегодняшний день 70 миллионов лей долг. То есть они не заплатили. Конечно, они не поставили эти лекарства. Он не может делать. У них резерв на сегодняшний день, представьте себе, республиканская больница имеет 2 миллиона лей резервы. То есть эти лекарства, что они имеют на сегодняшний день, составляют 2 миллиона лей. Что такое для республиканской больницы? Это не телеработать максимум. Но дело не в этом. Дело в том, что вот эти договора, как они были сделаны? Тендер был 14 сентября. 14 сентября. 14 сентября. 18 сентября. Да. Они сейчас в министерстве очухались. Это непринциплина, да? Они сейчас очень очухались. Они очень начали, как говорится, дергаться, потому что их прижимают, их не отвезли. Но почему-то все эти договора, они делаются в трех экземплярах. Один остается в агентстве. Один дается агенту поставщику. И один остается у директора медицинского учреждения. Что я сегодня выясняю? Оказывается, они не были отданы директором больниц еще до 20, самый первый 20 января 2015 года. И вот только сейчас начинают поступать. Я сегодня позвонил несколько больниц, я не буду говорить, районных. Почему? Потому что завтра они будут иметь неприятность. Только вчера начали поступать кое-что. То есть, экономические агенты взяли эти договора и задержали у себя. Почему должен он их предъявить директору? Я не понимаю, когда агентство обязано предоставить копию контракта каждому директору института. Нет, этого не сделали. В этом году почему-то решили. Почему? Потому что экономический агент, он когда идет на тендер, он хорошо заплатил. Я могу это сказать четко, потому что я посмотрел более тысячи этих тендеров, и все были трукатиком. Все были фальсифицированы, как вы хотите, так и назовите. Трукатиком. И что они делают? Они хорошо идут. Они заплатили за то, чтобы выиграть тендер. Там цена низкая. И они не хотят сейчас иметь неприятность в министерстве. То есть, министерство не хочет с ними иметь неприятность в министерстве? Нет, нет, давайте так. Извините, господин министр. Вы работаете министром 8. Извините, не забудьте. Агентство – это аппендикс для министерства. Что говорит министр, то и делает. Давайте я выскажу. Агентство не подчиняется полностью естеству за угрынению. И к нам, и все остальное. Генеральный директор агентства – это лицо, которое утверждается на посту правительством Республики Москва. Вы работаете министром 8 месяцев. А я изучил тендеры за 9 лет. И в парламенте я знаю хорошо, что делать. Здесь поправка за 9 лет, не только за ряду. Ну давайте, я потом выскажу позицию министерства должного мнения по этому вопросу. Идет, идет, да. И они хорошо заплатили. Они что могут? Сейчас, допустим, они заключили договор, будь любезен, ты обязан. Это риск бизнеса. То есть, вот как яблоки растут, это риск бизнеса. Ну, проиграл, проиграл. Потерял, потерял. Значит, будь любезен, обеспечить. Не может сказать. Включи его в черный список, что вам 5 лет не может больше быть на тендере. А вот господинчик, он давал объяснение, почему не включают черные списки. Потому что рынок монополизирован крупными, да, вы говорили, игроками. Нет, 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 нет. Я вам дам другое. Нет, крупные, это у нас крупные дистрибьюторы. Я вам дам другое. Почему? Потому что они приходят, регистрируют цену низкую на определенные препараты, зная заранее, что он будет выигрывать тендер, блокируют все нормальные лекарства из Европы, из других районах, где имеется GMP, то есть сертификаты европейские, американские и так далее. Те дороже стоят немножко, но зато качественнее. Они блокируют заранее. И те не поступают, те не приходят. Потому что им не выгодно продать. А эти уже заранее знают, что я выиграю. Телегарство, которое не имеет GMP, не пропускается к тендеру. Извините, господин Мистер, с какого времени? А давайте после того, как я скажу. В этом году я настоялся разговариваю. Давайте я поговорю о том, какие ответственности имеются у нас, в Министерстве здравоохранения. У агентства. И какие ответственности имеются у агентства, у поставщиков и у медицинских учреждений. Значит, согласно настоящему законодательству, Министерство здравоохранения имеет ответственность в этом процессе уточнить список лекарств и медицинского материалов, которые используются в медицинских учреждениях. Этого мы должны сделать ежегодно до 1 августа. Тоже до 1 августа. Медицинские учреждения, согласно этому списку, утвержденному министрам, запрашивают объемы, которые им нужны. Или подают объемы, которые им нужны. И на этом наша участь в этом предприятии заканчивается. После этого агентство по лекарствам объявляет открытый тендер. Заплючает контракты. Регистрирует эти контракты. Должны монетаризировать запрещение контрактов вместо поставщиками и медицинскими учреждениями. То есть мы, министерство здравоохранения, не участвует в этом предприятии. Еще раз вам говорю. И то, что вы говорите, что мне кто-то платит. Не вам. Я правильно понял. Не вам. Вы имеете 8 месяцев. Вы еще не знаете все это. Вам не платить, не платить. Я вам говорю, что нету нашей ответственности в этом никакой. То есть получается здесь тендеры зависят от агентства. Да? Полностью это ответственность агентства по лекарствам. В том числе и мониторинг. Министер подтверждает список, насколько я понимаю. Но то, что укажет министер, кто должен выиграть, сколько должен выиграть. Если нужно, мы добавим пару миллионов. Если выиграла случайно другая фирма, снижаем несколько миллионов. Потом сделаем другой тендер и добавим этому, который должен выиграть. А мы сейчас спросим, что скажет господин Фридов. Вот видите, здесь две разные точки зрения. Кто за это несет? Здесь такие обвинения. Вы знаете, это все-таки телевидение. Такие обвинения. Это ЧНИА занимается уже 17-й день. Еще раз. Еще раз. Когда ЧНИА скажут, мы тоже осветим. Я был бы очень рад, если ответственные органы доказали то, что вы говорите. И обвиняемый человек был бы, скажем так, трасслораспундер, как это будет. Привлечен к ответственности. Но я вам говорю, что Министерство здравоохранения никак не может влиять на результаты тендера. При этом в законодательстве указано очень четко, что Министерство здравоохранения после того, как определил список и объемы совместно с медицинскими учреждениями, больше в процессе тендеров не участвует. Я была бы рада, если бы сейчас свою точку зрения высказал господин Коман, но вынужден зачитать вам цитату. Не могу сказать, что я его сегодня не звала на эфир. Значит, он сказал так. Есть правовое основание, заключены контракты, они должны выполняться. Если все будут соблюдать свои договорные обязательства, не будет никаких проблем. То есть, вот такая общая фраза. Я бы хотел спросить, а почему только сейчас дали договора, дают в последние 10 лет только директорам, обвиняют директора учреждения. Почему договора только 20-го, когда они должны, уже было в декабре, во-первых. Во-вторых, Министерство знает прекрасно, что есть такой закон, что если идет деволвация лея на 5% каждый месяц, значит, цены можно пересмотреть каждые три месяца. Это только для открытой сети аптек. Для открытой сети аптек. Только для открытой сети аптек. Для открытой сети аптек, я согласен с вами, согласен. Тут не сомневаюсь. Так я спрашиваю, почему вы носите рябень только сейчас, когда уже все общество поднялось. Я вам скажу другое. Вот сегодня я был в республиканской больнице. Господин Дмитрий Брэйко, 12-го и молодая парень. Вы произвели индексацию медикаментов в открытой сети. Да, есть приказы, три приложения. Подождите, подождите. 600 с чем-то реказов. Не спешите. А кто располагает открытые сети? Вы хотите сказать, вот в республиканской больнице есть такая аптека, называется Речетто. Вы знаете еще она? Не знаете, да? Вот сегодня молодой парень, который не имеет ничего, но имеет полис, купил. Он сегодня, не дам фамилию, купил шприцы, систему для переливания, даже термометр, парочетамол, растворы и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Я его спросил, сколько ты заплатил? 700 лей. И говорит, а куда мне деться? И не только вся палата. Если раньше люди боялись, сейчас они все говорят вслух. Я не говорю отделение, потому что буду страдать самоотделение. Я был в трех палатах, и люди возмущаются до невозможности. И я был в аптеке. И проверял, мы были всей комиссией, были в аптеке. Проверяли. Нельзя винить ни директора, ни аптеку, потому что только лишь вчера получили растворы, только вчера получили шприцы, только вчера получили некоторые перчатки. Благодаря нашей комиссии сейчас уже не пишутся стерильные перчатки, хирургические перчатки, потому что это был такой трюк. Через Китай полусить, у китайцев идешь и говоришь, слушай, мне надо, чтобы ты там писал, там хирургические перчатки. Потому что таможенный сбор, там уже не 12, а 5, разные. И они красиво приходили сюда, уклонились от всех этих. Ну вот, и более того, если вы мне скажете, что эти агенты экономические имеют потери до 37%, вы ошибаетесь. Это я сказала, потому что я видела эту статистику. Я вам скажу другое. Эти агенты, знаете, что делают? Они идут в Китай. Основная масса из Китая пара фармацевтика. Шприцы и так далее. Перчатки и так далее. И что они делают? Там они стоят, допустим, 2 копейки. Он в инвойсе, то есть накладной, пишет, просит. Китайца тот запишет, сколько хочешь. Он напишет, лей и 2 копейки. Он идет сюда, ставит еще набавки, а иногда даже на таможне меняют инвойсы. Я задам вопрос, один маленький вопрос. Я запросил, сколько шприцов мы пользуем в год по республике. Ответ от Министерства здравоохранения 76 миллионов. 76 миллионов. От таможни. Сколько импортируются у нас шприцы? Притом с гуманитаркой. Около 50 миллионов. Откуда берутся эти 26 миллионов шприцы у нас в республике? Кто ими руководит? Так, спокойно, тихо, полею. Это 26 миллионов в год кто-то делает. Господин Витянович, вы не знаете... Сказать, что я не согласен с вами, я сейчас не могу. Я сейчас не могу. На самом деле, если бы это на самом деле, вы смогли бы доказать... Мы доказали. Нет, так почему никто не открыл никакой процесс? А почему все уголовные дела сидят? Почему с эндопротезами? На 600 эндопротезов... Так об этом идет речь. 3 миллиона практически... 3 миллиона практически... Ну, давайте... В целом случае, я слышу об этом. Господин Витянович, мне старухой сказали о презумпции невиновности. Я понимаю, да. Я слышу об этом первый раз. Вот то, что вы говорили. А вы много еще не... И почему тогда органы ничего не делают? Господин Фриптов, мы с вами слушаем. А я могу сказать, что господин Брега, да, может многое говорить, потому что пока партия в оппозиции. Если она останет... Не дело не в оппозиции. Не дело. Такой момент, согласитесь. Если вы помните, вы были вместе с нами. Да. Меня обвинили часто, что ты вроде бы... Как называется? Лагувернари. При власти. При власти. А критикуешь, ребята. Я критикую. Что касается медицины, я все буду критиковать. И своих людей меня не волнует. Мне это не волнует. Это не с руки. Это не стакан. Я там могу промолчать, но тут я не промолчу. Вы знаете, мне кажется, что мы даем все время возможность промолчать господину Фрипту, а он очень хочет уже что-то сказать. Я, как говорил у Азиан Антой, когда услышишь истину, так это настоящий детектив. Детектив? Это страшно слышать. Куда уходят деньги, куда идут шприцы, куда туда. Я знаю, что агентство не выполняет свои обязанности. Мы составляем протоколы. Протоколы для лечения. В протоколах мы пишем современные лекарства, которые надо применять, которые должны быть эффективными. Идешь, подтверждаешь этот протокол в агентстве. Я говорю, уважаемый, найдите это лекарство, потому что нужно. А вы мне найдите экономического агента. Идите, вы ищите. Я должен искать экономического агента. Вы себе представляете, я говорю, почему есть агентство у нас? Для чего есть? Я тогда сказал, я не буду утверждать ни один протокол. Ни один протокол не буду утверждать. Я понимаю, а агентство кому подчиняется? Руководитель агентства. Министерство. Подчиняется министерству. Подождите. Агентство имеет определенную автономию. Исходя из того, что генеральный директор этого агентства утверждается правительством и освобождается из должности тоже правительством. Да? Да. Функционально она подчиняется, конечно, министерству здравоохранения, ибо она выполняет определенную, очень важную функцию в системе здравоохранения. Что касается, вот, субъекта, о котором говорил господин Фрипту, на самом деле это функция агентства по лекарствам. Да. Вы, функция агентства, это обеспечение непрерывное лекарствами системы здравоохранения. Вот четко написано в уставе этой организации. Тогда я к вам имею один вопрос. А скажите, компенсированные лекарства, кто выбирает комиссию, кто составляет? И кто входит в этой комиссии? Значит, комиссию утверждает, то есть руководит министр здравоохранения. И кто входит в этой комиссии? В комиссии входят специалисты. Не один специалист. Ведущие специалисты. То господин вице-министр, вы отстали. Во-первых, вице-министр, главных специалистов давно нет, и в министерстве их расформировали. Я вам скажу, кто входит. Имеется институт экстракта. Юрист, бухгалтер, и все, все бюрократы министерства, ни одного специалиста там не найдете. До терапевта с первого года, профессора, как он называется? Бивол. Бивол. И я его спросил, господин Бивол, вас хоть раз вызвали? Он говорит, нет, ни разу. Там все бюрократы, притом и грамма, и вы, и министр, и бухгалтер, и главный жир, и главный юрист, и так далее. Но это не имеет значения. Меня интересует, с кем вы советуетесь? Откуда вы знаете, какие парады самые лучшиеся? Вы не спрашиваете ни динекологов, ни урологов, ни терапевтов, ни хирургов, никого, ни онкологов. Процесс как составляет за список. Как вы говорите больше всех, дайте ему ответить. Вы же от них все неуслышаны. Дайте ему ответить. Они наврали премьеру, попытались наврать нам в комиссии. У нас в эфире не врут, у нас говорят правду. Врут. Поймите меня правильно. Если я говорю врут, я знаю, что... Они признались даже премьеру, и премьер признал. Вы же не можете знать, врут или не врут, пока ответят. Врут, я уже знаю. Давайте дадим возможность сказать сначала, потом будем квалифицировать. Все поступления или все, скажем так, предложения, которые поступают в этой комиссии, они согласованы с институтом и экспертом Министерства здравоохранения Республики МОНО. С вами согласовали как главный динеколог? Нет. 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 Тут никто и деньги. Стоимость лекарства. Подождите. Вот почему взяли китайский препарат. Подождите. Что вы получите? Лекарства, которые используются в гинекологии, они не компенсируются, к сожалению. Не только в гинекологии. Нет компенсируются в гинекологии. Нельзя. Нельзя так. А можно сказать есть. В основном это лекарства для сердечно-сосудистой патологии, для желудочно-кишечного тракта. И, конечно, лекарства, которые идут на национальные программы. Это инсулин. А у них нет национальных программ? Это инсулин. В гинекологии в гинекологии нет национальных программ? Нет. К сожалению, нет. Вот так. Хорошо, я хочу понять для себя одну вещь. Вот когда пытались выйти из этой ситуации, то вышли с предложением, насколько я знаю, отменить НДС. Было такое? Вот объясните мне. Вот учитывая то, что мы сейчас слышим. Я отвечаю на этот вопрос. Почему я поднял этот вопрос? Это один из вариантов, скажем так. Выхода, да. Когда мы получили из комиссии запрос на то, что мы должны прийти и объяснить в комиссии ситуацию, там была фраза, что мы должны предложить компенсирующие, скажем так, методы для... Предложение. 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 Предложение по компенсации убытков, которые поставщики. Несут поставщики. Так не было в комиссии по компенсации убытков экономических агентств. Там было, что мы должны делать, чтобы улучшить состояние. Я же подписал это. Ну, было такое предложение, да? Это одно из предложений, которые не мы выдвинули в Министерство здравоохранения. А кто? Специалисты из Министерства финансов, при этом не руководящего уровня, а из управления, которые отвечают за финансирование системы здравоохранения, они не сказали, что может быть, один из вариантов компенсации убытков отменить налог на эту поставляемую продукцию, в которой заключены контракты, да, только на эту продукцию. Это 8%. Да, 8%. Один из вариантов всего-навсего. Конечно, мы еще не оформили это в письменном виде, чтобы сделать этот запрос, потому что инициатива может прийти из Министерства здравоохранения, но она в обязательном порядке должна пройти через правительство, которое сейчас, к сожалению, но она нефункционально, то есть не рассматривает сейчас такие документы. мы сейчас имеем и другие предложения, которые пришли от руководителей медицинских учреждений, что необходимо делать для того, чтобы, скажем, в дальнейшем не создалось такие же ситуации. Я не уверен сейчас, что мы сможем удержать курс лея к доллару или к евро на этом уровне, да? Мы не знаем, что будет через полгода. Но выход мы должны найти. А что не так? Это не обязанность Министерства здравоохранения. Правильно, правильно, правильно. И поэтому... Лесить больных. Поэтому мы вышли с предложением перед соответствующими министерствами. И это имеется в виду Министерство экономики, Министерство финансов и Агентство по закупкам. Пускай они предложат определенные выходы из ситуации. То есть вы сейчас находитесь в ожидании их предложения? Сегодня, вот сегодня мы должны... То есть заканчивается срок... Сегодня 10-е? Да. Сегодня заканчивается срок нашего запроса. То есть завтра мы должны получить определенные предложения от этих органов по, скажем так, стабилизации ситуации в этой области. Я думаю, что у вас тоже есть свои версии, как выйти из этой ситуации. Но вы ими поделитесь уже после рекламы. Реклама на 21-м канале. Вы смотрите «Главное». Мы продолжаем обсуждать ситуацию на рынке медикаментов. Вот мы много сейчас чего узнали. Некоторые откровения, я думаю, у наших зрителей повергли такое состояние, да, нестояние. Я хотела бы выяснить, вот как можно выйти из этой ситуации. Вариант А. То есть нужно все-таки разобраться с поставщиками, да, чтобы они выполнили условия контрактов. Вариант Б. Нужно искать механизм, чтобы как-то из этой ситуации нам не приходилось так долго и мучительно искать выходы. То есть чтобы... Вот вы предлагали еще один вариант. Вы сказали такую замечательную фразу. Нужно улучшить коммуникацию между договаривающимися сторонами. Знаете, я вспомнила одну такую притчу. Высокие договаривающиеся стороны. Помните, как эту коммуникацию нужно... И может быть все сразу. Имеется в виду между поставщиками и медицинскими учреждениями. И я согласен с господином депутатом, что агентство по лекарствам должно поставлять эти... После того, как эти контракты зарегистрированы, они не должны идти только в одном направлении, только у поставщиков. Они должны идти у обеих сторон этого процесса. А контролировать это должен... Агентство по лекарствам. Агентство по лекарствам. Скажите, пожалуйста, а вот вы на уровне министерства приглашали представителей агентства? Несколько раз. Уже три раза мы пригласили за этот период, с начала года. Мы уже три раза говорили напрямую со всеми, абсолютно со всеми поставщиками медицинских препаратов, которые выиграли тендера. И что они вам говорят? Я вам говорю, что первый раз они сказали, что не будут поставлять, что не, скажем так... Картельные со всеми. Они картельные. А потом... То есть они думают, попробуйте без нас обойтись. Мы сказали, что мы будем поступать согласно законодательству. То есть мы будем включать вас в черный список. И после этого, после этого разговора, они начали поставлять лекарства. Не, ну включили три фирмы хотя бы в этот черный список. Эти фирмы были включены в черный список после того, как они заключили контракт и отказались поставлять. Потому что в списке оказывается, в черный список, можно включить поставщика только после того, как они подписали контракт в поставке. А до этого нельзя. Слушайте, тут настолько все запутано, вы знаете, что... Но, 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 я должен вам сказать, что мы очень благодарны, в принципе, тому, что мы нашли консенсус. То есть мы нашли консенсус, чтобы... С поставщиками? Чтобы, да, да, с поставщиками, чтобы деблокировать эту ситуацию. И сейчас поставка лекарств в медицинских учреждениях идет хорошими темпами. Хотя бы на три месяца, так как мы договорились. А потом посмотрим, исходя из того, как будет, скажем так, принято решение, что нужно делать, что нужно изменить в законодательстве, для того, чтобы эти ситуации не произошли и в дальнейшем. Спасибо, Господин Брега. У вас какая версия? Не надо изменить законодательство, есть кое-что надо изменить, конечно, там есть, если он не поставляет в течение месяца, у меня есть законопроект, я два года бьюсь, они потихонечку вырывают и министерство, и агентство у меня, с GMP, и со всеми делами, но не хотят, чтобы мой проект был. То есть не поставляешь месяц, будь любезен, плати штраф. И сумма той, что ты не допоставил. И в черный список. У нас только агентов есть экономический, что могут поставить, что вы себе представлениями, а выгодят 3-4 фирмы. Ничего не надо делать. Если министерство и агентство, в таких случаях, еще в декабре, они знали, что не поставили, потому что они отдали все эти договора экономическим агентам. То, что это неправильно. То есть экономический агент, видите, если он не подписал с директора, его не тянешь к ответу. А если это было и туда, и туда, тогда его тянешь к ответу. Они ждали, они ждали, хорошо, собрали эти все агентства. Эти агентства не могут красиво говорить с ними, не только пожалуйста, если вы можете, потому что, извините, есть интересы. Они не могут с ними говорить как положено. И что, получается, не хотите. Если бы министерство и агентство взяли и написали несколько демерсов в прокуратуру, в ЧНИА, чтобы их красиво проверили. Если бы министерство взяло даже от правилки в Китай запрос по производству, сколько стоит это производство, они не могут публично отдать. Но вам могут, в прокуратуре могут. Если бы это давно, я три года уже бьюсь головой, и вы увидели, что этот список стоит не 2 лея, а стоит 10 баллов. И тогда они вам не продали по 20, и сейчас у них они не в проигрыше. Не наша эта функция совсем. Вы знаете, какая функция в Министерстве с разработанием? Ваша функция – беспечесть лечения больных. Наша функция – разработать политику и следить за выполнением этой политики в области здравоохранения. Как вы следите? Как вы следите в Министерстве, когда договора не были еще? Вот только появились договоры у директоров. И то частично, если я вам скажу, в республиканской больнице парафармацевтический препарат, то есть парафармацевтика вся. Да, слушай объясняют, это перчатки, перевязочные, да. Они все исключили, не хотят договоров. А если вы красиво… Еще раз вам говорю. В этом процессе имеется 4 стороны, которые имеет, каждый из этих сторон имеет свою ответственность в этом процессе. И каждый из этих сторон… Кто отвечает за лечение больных? За лечение больных в системе здравоохранения отвечает Министерство здравоохранения. Будьте любезны, если вы видели, уже в декабре вы знали, что не поставят ничего. Почему не вызвали это в комнату? Не было в декабре месяце ни одного запроса на то, что в медицинских учреждениях не существует медицинское лекарство. Не было ни одного запроса. У вас есть отдел по лечению. Вы должны были уже в декабре созвонить всех директоров института. У вас есть резервы на 2 месяца? Нет резервов. Почему нет? У вас договора есть? Это функция агентства по лекарству. Да не функция агентства ваша, вы имеете отдел в министерстве. Нет такого отдела в министерстве. Еще раз говорю, нет такого отдела в министерстве. Господин Весмин, не надо делать пинг-пог. Ответственность несет в министерство. Было бы хорошо, если каждая из сторон выполняла свою ответственность. Будьте любезны, не делайте пинг-пог. Вы должны были проверять, имеют и имеют. Еще раз говорю, что я с частью ваших претензий согласен. А я думаю, что слово должны сказать практикующие. Да, уже в России у них, наверное, тоже есть свои экземпты. Я просто так сижу и думаю, чем больше участников. Да, в этой цепочке. От производителя до больного в распределении лекарств, тем больше повод для коррупции, для воровства и так далее. Я просто считаю, что надо больше власть дать руководителям, учреждениям. Медицинским учреждениям. Ну вот я сегодня прочла, что госбольницы могут осуществлять закупки на небольшие суммы. На 50 тысяч лей. Да, 50 тысяч лей. Это вы достаточно. Людмила, для республиканских больниц. 50 тысяч сейчас это неделя работы. Есть платные услуги, за которые могут приобрести лекарства, но они им не дают право на это. Отрезаны руки. Не имеют права. Так что мы должны, вот вы говорите, что законодательство есть. Плохое у нас законодательство. Раз такое законодательство... Это уже ваше город. Камень, господин, дега. Даже это не забывайте. А вы знаете, сколько у нас врачей в парламенте? У нас же есть врачи. Три. Три. То есть каждый из них... Сейчас не знаю. Я извиняюсь, сейчас я не знаю, сколько из них. Ну, мы можем с вами вспомнить. Еще госпожа Валентина Стратан, депутат. У нас господин Хатиньянов. Недавно. Парламент, то есть... А, Боря Головин. Да, Борис Головин, четыре насчитали. Слушайте, недавно правительство приняло решение о стратегических закупках. То есть не на один год, а на три года. Вот уже в рамках этих стратегических... Это с моего проекта закона. Украли. Хорошо. Украли от господина Прега. И хорошо. И вы должны, скажем так, радоваться этому. Было принято решение о стратегических закупках не на один год, а на минимум на три года. Что-то и дает возможность уже каждый год, если изменяется цена, то есть разница, не разница, а курс доллара к лею, то уже возможно изменить и стоимость лекарств. По проценту инфляции. То есть девальвации или нет. Девальвации или нет. Но, но, но не все. Потому что люди неправильно нас поймут. Там идет что? Значит, допустим, вакцины. Все. Потому что мы знаем, на три-четыре года. Идут там онкологические препараты. То есть определенная группа, где мы знаем точно инсулин, там для диабетиков, для гипертоников. Все равно хорошо. И знаете, сколько, я когда говорил с производителем за границей, иногда я до абсурда дошел. Говорит, мы можем, если вы на пять лет, 70% из цены спросить вам сразу. И как говорил, недавно у нас была встреча с директором агентства по, национальное агентство по закупкам Республики Молдова. Была у нас встреча с ним. И он говорит, что в ближайшие месяцы регламент по проведению этих стратегических закупок будет разработан. И после этого мы сможем. То есть наверняка на следующий год по определенным перечням медицинских препаратов мы сможем проводить эти стратегические закупки. И в этом... И Европа так делает. Не надо ничего... Так и говорит, и хорошо, что это... Вы знаете, есть такие категории больных, которые требуют первостепенного внимания. Вот в этой ситуации с лекарством. Ведь есть те, для кого это действительно хронические, вот я имею в виду, заболевания. Жизненно важно. Больше всего кто волнуется? Диабетики, астматики и те, кому делают гемодиализ. Вот сегодня развивалась активно в соцсетях тема гемодиализа. Говорят, что... Потому что совсем не для каши уже, для проведения гемодиализ. Говорят, что ситуация вот именно здесь самая тяжелая, потому что уже не все больницы это начали делать. То есть дефицит есть. И как-то это нужно, наверное, в первую очередь решать. Как думаете, господин лиц? По всем этим позициям, которые вы назвали, за исключением гемодиализа, у нас имеется... То есть поставщики закупили необходимые лекарства наверняка на целый год. Что касается гемодиализу, проблема в поставщике, который не хочет подписать контракт, который он выиграл. Вы слышите, как все запущено оказывается? Да, он не хочет подписать контракт. И нет никаких рычагов влияния, если он выиграл тендер. Давайте я вам объясню немножко, господин министр, не получилось у меня, что я объясню. Значит, что касается консумабель кумасуи? А материала? Материала, то есть там всякие системы и так далее. Значит, опять из парафармацевтики для гемодиализа, несмотря на то, что они очень дорогие, они есть до мая, до июня месяца есть. Почему? Потому что им поставляют два раза в год. Один раз в мае месяце, и второй раз в декабре. То есть в декабре им поставили уже. Они уже получили. Вот что касается лекарств для гемодиализа, там нужно и дезагрегант, то есть и фраксипарин попроще, дефорин, фраксипарин, там лазикс, там много-много. Вот это уже проблема. А все, что касается, там фильтры, там есть фильтры разные, там очень много есть, которые для гемодиализа, то есть у них есть. А вот лекарств строго у них очень мало. И как ни странно, как ни странно, вот господин профессор говорит, что в Первой горбольнице они только срочные операции делают. В Республиканской больнице только срочные, частично, частично делают плановые. Но как ни странно, я сегодня удивлен в больнице скорой помощи. У них все практически есть. Я пошел в их аптеки, но правда, может быть, недавно получили очень много шприцов, очень много капельниц, очень много. Все, что нужно. Фрактармацевтика практически у них на 80. Они даже делают и плановые операции. То есть, когда говорили, что вот срочные операции нечем делать, есть чем делать. Есть. В больнице скорой помощи есть. Но опять-таки люди покупают. Я не знаю, или вы имеете отдельный, кто дал этот звон, что купите, да, дайте квитанцию, и вам к нам заплатят. Да, есть такое. И должна якобы платить национальная касса. Это абсурдность такая, что вы представления не имеете. Нету базы, легальной базы, то есть базы легалку. Законодательная база. Законодательная база. Нету никакой. Давайте это четко для зрителей проговорим, чтобы они не шли, сейчас не покупали, и с чеками потом не обращались. Никто им не вернет. Я не хочу сказать, в какой больнице, но сегодня из этих двух больниц, я спросил вам, глава директора, как вы им возвращаете? У вас были случаи, были, как вы вернули деньги? Да, как, говорит. И я наличные деньги поставил, и зал отделения, и лещи, и врачи вернули больному. Никто и вам не вернет, потому что нету ни базы. Во-первых. Во-вторых, денег нет. Как? И к нам им вернет. Я не представляю, потому что к нам рассчитывается, допустим, не держи, и не будем говорить, что такое держи, но по констратат, леченному случаю, то есть он определенную сумму дает. А как? И больной идет в аптеке, ну той же компании, которая выиграла тендер, потому что они вокруг больницы все есть. Это хорошая антитима, да, аптеки вокруг больницы. Поэтому им неинтересно сильно поставлять даже. Они и так поставляли раньше, две недели поставляли, две недели, чтобы идти туда покупать. Представьте себе, в республиканской больнице 800 больных каждый день покупают по 300-400 леев. Это какой бизнес? Но вы о чем говорили? Вы начали говорить по поводу людей, что они не могут с чеками идти. Да, они не могут, потому что они имеют ни законодательной базы, во-первых. Во-вторых, не дай бог, если кто-то это сделает, придет или к Куртериконту, или в ФИСК, налоговая, этот бедный директор будет выглядеть очень бледно, потому что он не имеет ни статью, откуда он вернет. А кто распространил эту информацию? Во-вторых, когда покупаешь лекарства, у нас есть минист на это дело. Он все делает. Нет, это информация со ссылкой. Давайте, это важный вопрос. Якобы источником послужила национальная касса, но вот я даже себе записала, что пациент может подать запрос почему-то в адрес администрации больницы. Да, правильно. Это реальный агент. Первый раз озвучало от министра здравоохранения. Значит так, давайте поговорим следующим образом. Нам тут же взял на козырек, пошел дальше. Но как он может вернуть больному, когда идешь в аптеке из общей сети, и там препарат дороже на 30-40%? А тебе к нам дают по сумме, то есть лекарства, по той сумме, которую ты имеешь по тендеру. Значит, как он вернет? И откуда? Если больной, допустим, из Брещана или из Вулкани, что он лечился в республиканской больнице, а ему к нам даст директору учреждений через определенные, время, и он должен ему вернуть 300 лей, а 300 лей стоит только дорога туда и обратно, он этот больной не придет даже. Нельзя так это, нельзя допустить, что был такой. Конечно, это не должно быть как правило. Давайте так, это не инициатива Министерства здравоохранения, сразу вам скажу. Извещала первый раз, из гусьминистра, если вы не знаете, я вам дам и по интернету. Не, ну, может быть, он и говорил об этом, на каком-то, но это не инициатива Министерства здравоохранения. Это, скажем так, одно из решений, которое высказала Национальная компания медицинского страхования, исходя из пункта, который включен в контракте между Национальной компанией и медицинским учреждением, где сказано, что администрация лечебно-профилактических учреждений должна обеспечить весь объем услуг по оплачивому моему случаю. И, исходя из этих обязательств, то есть, пациент не должен платить из своих денег ничего. И, исходя из этого, создается комиссия при этих, наверняка, при этих случаях создается комиссия и возвращается из кассы, из кассы медицинского учреждения, возвращается стоимость лекарств. Но я согласен с господином Брега, потому что эти лекарства имеют разбавку немножко больше, чем закупается быстро. Не 40, там 25 процентов. Если 30, По закону 25 процентов. Да, 25 процентов. А ситуация, да, она все-таки бывает разная. И наверняка комиссия, когда возвращает деньги, должна учитывать это. Возвращать обратно ту стоимость, которая входит в стандарты лечения. Это нарушение законов. Потому что у нас бывали еще раз вам говорю, мы не не ратуем за эту форму, скажем так. Мы придерживаемся тому факту, что лечебно-профилактические, госпитальные лечебно-профилактические учреждения должны иметь весь спект медицинских препаратов для обеспечения стандартов лечения в стандарте. лозунг. Давайте вернемся к реальности. Лозунги должны, но они не имеют. Господин Витамин, мы когда говорим лозунги, это хорошо, но это лозунги. Нам нужна конкретика. Больные не должны покупать. Что нам делать? В данном случае, когда 800 больных в республиканской больнице покупают лежит дневно 200-300 леев. Если он лежит там 10 дней, кто ему вернет эти деньги? Тогда я вас тогда давайте будем считать, что люди покупали уже три раза полюс, а не один раз. Эти деньги хотите не хотите идут в государство. Куда? То есть определенная часть агентам экономическим. Почему так? Я не понимаю. Как эти люди? Вы знаете, бывает так, что больные оперируются. И потом главный врач на утренней пятиминутке говорит, все, план выполнили. Если плановые больные хотят оперироваться, то за свои деньги. Несмотря на то, что имеют полюс. Я тоже иногда вызываю этих больных, как это? Полюс имеешь, и ты должен платить. План выполнен, мы не имеем за счет чего. Вы говорите о резерве. Каком резерве может иногда невозможно создать? Мы знаем количество родов, количество рождаемостей, количество посещений. Выходит так, что можешь выйти в конце года, что ты не имеешь ничего из расходов больше, чем даже планировали. резерв? Тогда что делать? Я вижу, что наш разговор строится только на исключениях. Это в основном исключение. Еще раз вам говорю, пройдитесь по больницам и увидите, что большинство пациентов не платят ни за лекарства, ни за услуги. Еще раз вам говорю, это исключение, о чем вы говорите сейчас. Что касается, если в лечебно-профилактическом учреждении не имеются необходимые ресурсы, финансовые, материальные ресурсы для проведения плановых операций, то это операция... Поговорите с ним, с какого он купил. К сожалению, у меня нет возможности сейчас связь установить. То есть составляется список ожидания и эта операция плановая проводится позже сроку установленного... Знаете, вы когда предложили мне номер телефона, я, честно говоря, подумала, что тот номер телефона, который сегодня напечатали все средства массовой информации, по которому могут звонить в случае нехватки лекарств больные. Вот меня эта ситуация как-то так несколько озадачила, потому что по идее, в принципе, должны знать, как больные должны звонить и ставить в курс дела соответствующие государственные учреждения. Так быть не должно, потому что и вы, как представители министерства и агентства, они должны знать, что в той больнице нет вот таких-то таких-то лекарств. Зачем вот эти номера? В этом случае пациенты, застрахованные пациенты, которые имеют право лечиться за счет страхового полюса, должны звонить не в агентстве, они должны звонить в том учреждении, которое их защищает. Это национальная касса медицинского страхования. Компания медицинского страхования. Это называется «звоните и дождетесь». Ну как не дождетесь? Я думаю, что вот этот номер телефона нужен господину вице-министру. Есть законы, которые мы должны соблюдать. Я думаю, вы в прямом эфире можете Я брал пару больных, брал номера телефона. Но нет громкой связи. Вот сейчас мы просто именно в эту секунду не можем связаться. Я на вопросы не буду отвечать. Нет, не вопрос, а уточнение. Я хочу понять, вы знаете, вот очень такой у нас с вами действительно разговор получился серьезный и тяжелый. Но одно поняла для себя четко. Вы знаете, нужно менять всю процедуру государственных закупок. То есть нужно рассмотреть всю цепочку, мне кажется, вот от начала и до конца. И четко прописать ответственность всех сторон. Начиная от агентства, да, и поставщиками, главврачами, медицинскими учреждениями, и все, и законодательства. и законодательства. Одно из предложений, которые сделали в рамках этих встреч, которые мы имели и с поставщиками, и с руководителями медицинских учреждениями, и с представителями агентства и агентства по национальных закупок и так далее, было, чтобы проводить тендер и установить максимальный потолок стоимости лекарств. Никогда не делайте это. Вы получите лекарство, а мел. Значит, в медицине должна быть цена. Самое главное для лекарств, самое главное качество. Вот, качественные лекарства нам нужны. И мы выиграем и в деньгах, и в здоровье. А как тогда проводить? Ну, предложить. Есть, у меня в законе все написано. В каком законе? Вот этот шум, что вы потихонечку украдете, потихонечку. ДНП украли, вот это договор давайте его быстрее, господин Абриго. Давайте его быстрее. Понимаете как? Не надо. Но, я согласен с господином Фриптом, нужно дать определенные, скажем так, возможности и администрации медицинских учреждений, чтобы они закупили и объемы соответствующие, которые им нужны, потому что очень трудно планировать на целый год. Вы согласны с Я с вами согласен. Очень трудно. И надо планировать сколько лекарств вам понадобится на целый год. Господин Вице-министр, если каждое учреждение медицинское будет делать договор на все лекарства, мы тогда будем иметь цены очень большие, потому что маленькие партии. И он покупает у этого производителя, тот покупает у того производителя, тогда цены большие. Тут не это надо делать. Надо поставить туда людей, которые понимают, что это не их персональный бизнес. Что нужно иметь. В этом никто бесплатно вам лекарства не привезет. Я согласен с ним. Никто это бесплатно. Но это не бизнес, то, что мы знаем. обувь, шнурки и так далее. Во-первых, в агентстве должны быть те люди, которые понимают, что это не их персональный бизнес. А лучше всего, чтобы было отдельное агентство по закупке. Не агентство медикаментов, а которое занимается закупкой лекарств. лекарства медицинских препаратов. Корпоральный интерес. Корпоративный интерес. Пожалуйста. Агентство значит качество первичного материала. Агентство регистрирует лекарства. Агентство проверяет лекарства. Агентство делает закупки. Агентство все делает. Так нигде нету. не должно быть. Не должно быть. Агентство должно заниматься только лабораторное исследование препарата первичного и все на этом застатить. И регистрация. Регистрация как-то. И все. А больше извините дальше должно быть другое. И пока мы не будем иметь тех людей которые будут думать. Есть одна хорошая пословица. Если ты чувствуешь боль свою значит ты живой. Но если ты чувствуешь боль чужого значит ты еще человек. Давайте мы оставим все любви. У нас времени совсем не осталось. И каждый должен запомнить что это лечится его мама папа тетя дядя брат знакомый кум и так далее. Вот тогда если они поймут. Господин Брега есть клятвы Гиппократа которые должны выполнять все. Клятвы не в клятвы. Извините но это как бы считается у нас самым высоким моральным обязательством врача. Разве нет? А знаете что я заметила? У нас говорят два юриста три мнения. У меня здесь два врача и все время тоже было. Мнения были противоположные. Я желаю чтобы оно у вас совпадало потому что в конце эфира вы все-таки даже стали находить какие-то точки соприкосновения. Наша общая цель одна все-таки обеспечить население республики Молдова в этом случае лечебно-профилактической Вы знаете население очень согласно с этой целью теперь главное ее добиться это я могу вам сказать точно спасибо вам за беседу вы знаете я думаю что нам придется с вами еще встречаться потому что ситуация на самом деле требует вмешательства благодарю вас приглашаю приходите высказывайте и главное чтобы потом решения которые принимались на самом деле всех устраивали спасибо вам главное чтобы люди не следовали это точно вы смотрели программу главное я желаю вам всего самого доброго увидимся